Всем привет дорогие друзья! Сегодня в этом видео я расскажу как сделать своими руками вот такой вот электромеханический замок, он достаточно популярный, чтобы можно было открывать его, допустим, с мобильного телефона или с какой-то умной кнопки, то есть находясь даже непосредственно вне дома. Как я это сделал с умными воротами, которые теперь открываются у меня по кнопке и закрываются. Видео я скину в описании под видео. Принцип работы вот такого образа замков. Вот мы его взвели, так называется, и нажимаем на кнопку, он открылся. Если мы подадим вот сюда 12 вольт на вот эти контакты, на какую-то долю секунды буквально, то соленоид у нас втянется и вот. И замок точно так же откроется. Принцип стягивается, втягивается, открывается. Для работы просто необходимо подать 12 вольт. Для этого нам пригодится реле. Вот такой вот реле из моего прошлого обзора. У него как раз получается питание можно взять 12 вольтовое и оно замкнет у нас контакты на одну секундочку. Ну и ком. То есть замкнуло, сюда придет сигнал и ворота откроются. При этом сохраняется штатный функционал кнопки и при этом сохранится штатный функционал домофона. Если брать домофон, то это работает вот так. Жмем, открылось. Сейчас моя схема выглядит вот так. Фиг пойми называется. Потому что у меня здесь идет еще питание камеры-преобразователь. Вот 12 на 5 вольт, который пережил уже 3 или 4 зимы. Ссылка также будет в видеоподписании. И вот так называемый еще вот такой реле. Конкретно для управления моим замком, который управляется и коммутируется через кнопочку, которую вы видели на домофоне. Я уже откровенно сейчас тут не вспомню контакты, поэтому я лучше распишу в новой все коробки, потому что мне ее все равно придется заменить. Реле достаточно большое, поэтому я взял коробку 100 на 100 и 70 глубиной. Она как раз сюда остановится и все будет красивенько в нем спрятано. Где взять 12 вольт, допустим, спросите вы для питания реле. Вот здесь сюда всегда приходит 12 вольт. И отсюда же идет коммутация, насколько я помню, на управление замком. Если же ее нет, все равно здесь есть 12 вольт всегда. Поэтому где-то придумайте какую-то коробочку, посмотрите, где идут к нему провода к домофону. И там поставьте этот реле и протяните провода для замка, просто для пинка получения 12 вольт и открытия его. Вообще схема подключения замка выглядит вот так. В моем случае здесь присутствует бус, блок управления замком. Зачем он ставится? Когда не хватает силы тока 12 вольт, ну приходится, допустим, там очень маленький ток, и ему не хватает банально сработки. Тогда мы на бус подключаем 12 вольт, подключаем землю, и отсюда уже ему передаем управляющий контакт. У меня немножко схема по-другому. Желтый это управляющий провод, то есть когда на этот контакт приходит какое-то напряжение 12 вольт, то на черный провод идет у нас сразу же коммутация и прилетает, соединяется он у нас с замком. Замок у нас непосредственно висит на 12 вольтах, подключен напрямую. И сюда мы уже будем ставить, соответственно, как бус, будем ставить наше реле. То есть плюс-минус 12 вольт, плюс-минус 12 вольт, и на замочек у нас улетит 0, и на замочек у нас улетит 12 вольт. В принципе, я думаю, схема понятна. Соответственно, для открытия замка мне надо на клемму замка подать напряжение плюс 12 вольт. Минус у него уже есть, а плюс нет. Соответственно, комм-провод у меня пойдет с плюсом 12 вольт, здесь будет минус 12 вольт. И при замыкании реле у меня с нормального открытого контакта появится здесь 12 плюс 12 вольт, перейдет на управляющий провод, вернее на провод питания, простите, и замок откроется. Ну, если говорить, так сказать, простыми словами, вот на реле придет у нас плюс 12 вольт, вот, соответственно, 0. Я плюс связал с комм, то есть средним контактом реле. А на нормальное открытое, которое, соответственно, не будет на нем ничего, до тех пор, пока мы не включим реле, вот этот проводочек, который у нас непосредственно пойдет на плюс нашего замка. Соответственно, минус у нас постоянно будет находиться на минусе со всеми, а плюс будет приходить вот с помощью этого проводочка. То есть замкнули, секундочка, появился здесь 12 плюс 12 вольт, импульс, замок открылся. Вот на реле подключено 12 вольт плюс-минус. Переводим в утолочковый режим, обязательно убеждаемся. Слушайте, что срабатывает. И давайте проверим на замок. Только проверим сначала мультиметром. Ну, давайте смоделируем. Плюс я подключил к выводу реле, уже основному. Минус подключил к минусу. То есть 12 вольт, минимум, прилетает. Я поднастроил вот такой брелочек. Соответственно, управлять этим реле можно не только с помощью мобильного телефона, также кнопки там, но с помощью вот такого 433-го брелочка. Все нормально, все подключаем. Теперь провод, который мы подключили на контакт NO к 12 вольтам нашего замка. Все подключено. Тестовый прогон. Все, замок открывается. Закрываем дверь. Активируем. Дверь открывается. При этом функция открытия с домофона также остается. Ну, давайте проверим. Даже не заходя внутрь, у меня не подключен мобильный Wi-Fi. Я нахожусь, грубо говоря, в любой точке мира. Класс. Сразу же сработка. Проверим еще раз. Класс. Все, открывается. В дополнение рекомендую установить датчик открытия. Тоже зигбишный. Но можно и Wi-Fi. Вот он находится. Чтобы вы сразу получали уведомление. Открыта у вас калитка. Закрыта. Это достаточно удобно. Сразу все приходит в мобильное приложение. Что калитка открыта. Видите, сразу сенсор у меня сработал. Калитка открылась. И, соответственно, я вижу статус. Открыта она или закрыта. Что ж, ребят. Реле, в принципе, подключается очень и очень просто. Я сейчас просто закрою. Поставлю его там. Закрою ящичек. И все. Ничего с ним не случится. Все будет с ним отлично. Кроме этого, большой плюс в том, что установка действительно простая. Настройка тоже простая, как двери. Возможность ручного управления присутствует. Кроме этого, присутствует возможность управлять с пульта управления. 403 МГц. Если у вас есть, допустим, пульт управления воротами, можно точно так же повесить на какую-то из кнопок отработку на реле. В то же время еще большущий плюс какой в том, что если вы, допустим, забыли дома ключи, калитка захлоплась. Ну, телефон в большинстве случаев в кармане. В тот же момент, если к вам, допустим, приехали гости, а вы еще где-то едете в дороге, открыли им калитку, люди зашли, у себя гости там, ну, а вы, извините, сейчас подъеду, прожигайте мангал. Так что, в принципе, достаточно функциональное реле, умный, простой замок становится умным буквально за какие-то 10 долларов. Кроме этого, возможность присутствия автоматизации, если мы сделаем по открытию. Можно сделать, там, включать свет на одну минутку, если было открытие, но днем будет, ну, задать время суток, где-то вечер. Ну, лучше, конечно же, делать это через датчик открытия, вот такой вот, подобного рода. Вы можете купить это реле, ссылки я оставлю все под видео, как ZGB-версию, ну, для этого нужен ZGB-хаб, ZGB-шлюз. Также Wi-Fi-версию, то есть, которая просто подключится к вашему домашнему Wi-Fi-роутеру, и вы можете управлять замком, независимо, где вы находитесь. Дома или в любой точке земного шара, где есть интернет. Если видео вам было полезно, ставьте лайк, также не забывайте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по теме умного и не очень дома. По сути, умный дом это просто, главное найти различные методы применения различным умным устройством. Всем всего хорошего, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok